Эмоциональные качели. Хочется сразу сказать, маниакальное, депрессивное расстройство. На самом деле, эмоциональные качели свойственны для людей с таким высоким уровнем нейротизма, есть такое понятие. Внимание переключается на одно на другое, это радует, это расстраивает и так далее. И это может быть такой характерологической чертой. И такому человеку, конечно, сложно, потому что сложно концентрировать внимание, сложно как-то функционировать эффективно. С другой стороны, эмоциональные качели часто это система взаимодействия, например, в паре. Девушка скучает, молодой человек ее не развлекает, она его делает ему втык иголочкой, он брыкивает, живенький, прекрасно, есть динамический процесс, и она радуется. Потом он снова грустит, потом она злится, потом еще что-то. И это все, на самом деле, эмоциональные качели, которыми она пытается раскачать бойца, дремлющего на диване. Или сейчас не диваны, в основном, раньше было на диване, сейчас перед компьютером с этой какой-нибудь приставкой. И это говорит просто о том, что в отношениях не сформирован такой паттерн взаимодействия, при которых партнеры, во-первых, а, всегда друг о друга помнят, б, друг друга всегда как-то подмахивают, что называется, вот, и третье, партнеры понимают свою ответственность в отношениях, потому что, если девушке приходится мужика раскачивать, мужик ответственность не понимает свои отношения, ну, таких много сейчас. Субтитры подогнал «Симон»